Всем привет, ребята! Меня зовут Марго. Добро пожаловать на мой канал Just Skating Girl. В такой вот прекрасной атмосфере сегодня мы с вами поговорим о моих вторых соревнованиях по фигурному катанию. Давайте начнем. Не буду тянуть, потому что все-таки на улице минус два, и мне немного холодновато. Мои вторые соревнования по фигурному катанию происходили в 2019 году. Это была весна. Это были, опять же, соревнования нашего города, Полтава Кап. Так как я живу в Полтаве, тренируюсь в Полтаве, это были всеукраинские соревнования по фигурному катанию в нашем городе. Я тогда участвовала в категории... В какой категории я участвовала? В категории Intermediate. Это были вторые по уровню мои соревнования, вторая по уровню категории. Я точно не помню, какие там именно правила по программе, по элементам, которые можно и нельзя использовать, но где-то вот здесь я, наверное, вставлю эти правила. Литбергер, Сальхов, Тулуп можно было, а Флип, не помню, можно ли было Флип, по-моему, нельзя Флип, нельзя Луц, нельзя Аксель. На этих соревнованиях я выступала под танго Роксен. Это вообще очень странный выбор для такой начальной категории. Максимально странно, что я с ней выступала, но мне очень сильно нравилась эта мелодия, я очень сильно хотела под нее выступить. Я вообще очень сильно люблю Мулин Руж, кстати, Юэн Макгрегор один из моих любимых актеров. Платье, которое было у меня на этих соревнованиях, я нашла где-то на просторах Пинтереста, опять же, я не видела этого платья ни на какой фигуристке до этого, но уже после соревнований я нашла, что все-таки какая-то фигуристка в таком платье выступала. И у меня была очень красивая, черная, с такой вот как бы плессированной юбкой с рюшами, было очень-очень красивое платье. Я его люблю, очень сильно платье это люблю, но на этот сезон я буду платье новое шить, потому что это будет уже не танго, собственно. Будет совсем другая программа, поэтому это платье как бы уже не подойдет. Соревнования начинались где-то в 10 утра, и разминка начиналась в 8, то есть в 7.30 я уже была. В 8 начиналась общая раскатка, на которой опять же было очень много детей, раскататься никак практически вообще нельзя было. На общей раскатке мы, собственно, с девочками, которые были также со мной в категории, со мной на соревнованиях из нашей группы, мы раскатались, ну как-то более-менее. Прокат программы всегда намного лучше на тренировках, как мне кажется и у всех, всегда на тренировках прокат офигенно, все круто. А потом, когда ты выходишь уже, собственно, на лет на соревнованиях, это выглядит немножко не так, как выглядело на тренировке, но в общем не важно. В 10 часов утра начались соревнования, и самый, наверное, мой лучший совет для всех фигуристов, которые как бы участвуют в соревнованиях, не смотрите на выступления своих конкурентов. То есть не надо выходить, смотреть, анализировать, а вот она катается так, а вот она катается так, потому что вы только себя накручиваете этим лучше, никогда этого вообще не делать. После общего начала соревнований там выступали пока только вот эти вот начальные категории, там Beginner, Beginner+, мы все это время, собственно, кушали, разминались. Я познакомилась с очень классной девочкой, ее зовут Таня, она из другого города приехала на наши соревнования. Все время перед моим прокатом мы ходили, настраивали друг друга, потому что соревнования были как бы и у нее, и у меня, она была на несколько категорий выше, чем я. Собственно, настало время моего выхода, время моей категории. Что меня удивило и немного даже, возможно, как-то расстроило, это то, что мой тренер сразу перед моим выступлением, как только должна была я выходить на лед, тренер, который меня как бы тренировала, она ушла. И я осталась одна, ну как бы обычно тренер всегда смотрит на своего спортсмена, то есть как-то его поддерживает, настраивает перед выходом. Было неприятно, я тогда как-то к этому не отнеслась прям серьезно, поэтому, в принципе, ничего страшного-то, по сути-то, и не произошло. Я выступила, в принципе, неплохо, у меня в программе стояли элементы, которые я и до этого не делала, то есть ни на тренировках, ни на выступлении не делала. Моя тренер, наверное, надеялась на то, что я их сделаю до соревнований, но я их не сделала. Вместо того, чтобы их заменить, они остались, и я их не сделала. Я выступила, и на этих соревнованиях я получила первое место, как и на прошлых, потому что конкуренция была вообще небольшая, вот как бы за счет этого я и получила первое место. Балом там вообще в такой категории ты набираешь что-то около до 10 баллов, то есть по всем вот этом вот системе ИСУ оценивания, там до 10 баллов ты максимум можешь набрать в этой категории. Из всех элементов, тех, которые разрешены. Подарки от спонсоров. Это был, значит, кубок, это была медаль. Это тогда еще спонсировалось каким-то фильмом. В общем, это была чашка, это был чай, это была сумка. И стоил взнос на эти соревнования, по-моему, около 700 гривен. Что-то там до 1700-800 гривен. Такие вот были соревнования. Я иду греться, потому что становится все холоднее и холоднее на улице. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Очень сильно надеюсь. Я всех очень люблю. До встречи в новых роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok